И всем привет, ребята! Сегодня я покажу очень классный, крутой блок с картами. Я не хочу даже много чего говорить про этот фук, давайте я вам просто его покажу, а дальше вы уже сами все поймете. Взяли колоду, перемешали ее, и смотри, скажи, стоп, когда хочешь. Здесь, отлично. Туз пики. Ну, почти. Ладно. Я возьму тогда себе тоже карты. Моя карта будет 9 пики. 9 пики и валет буби. Смотри, валет буби положу сюда. 9 пики у меня остается в правой руке. 9 пики, валет буби. Смотрите внимательно. Раз, два, не запомнили места. Бам. У меня здесь лежит валет буби уже. Здесь 9 пики. Отлично. Смотри, повторяю. 9 пики кладу сюда. Вот мой валет. Вальта кладу сюда. Завираю на место девятку, стучу, делаю бам. Здесь у меня лежит девятка, здесь у меня лежит валет. Самые обычные две карты. Калуда можно дать на проверку зрителю. Все очень быстро. Карты можно подписывать. Без дубликатов, самое главное. Это вам не французский какой-нибудь поцелуй. Это вам реально очень интересный фокус карты. Не импровизационный. Так что так, ребята. Обязательно поставьте лайк прямо сейчас. Напишите какой-нибудь комментарий. И подпишитесь на мой канал. Потому что я выпускаю видео в последнее время. Ну, по крайней мере, стараюсь часто выпускать видосы. Потому что у меня реально очень много идей для вас собралось. Нет, это не моя идея. Эту идею я прочитал в книге. Я не помню какой книги уже. Ну, кстати, эту идею для фокуса я прочитал в книге, в которой я вообще не думал, что будет что-то так годное. Я эту книгу купил еще, когда я был маленьким ребенком на Балашином рынке. И книга была реально какая-то, ну, убитая и неинтересная. Но мне было буквально недавно интересно, как бы, прочитать неинтересную книгу. И я там нашел этот фокус. И поэтому решил с вами поделиться. Так как думаю, что никто не обидится. Потому что книгу я купил за копейки. Да и там сама книга какая-то такая не очень. Ну, не важно. Погнали уже обучаться. Итак, ребят. Для этого фокуса мы берем обычную коду карт. И все. Нам реально не нужна никакая подготовка. Нам вообще ничего не надо. Мы просто берем колоду, перемешиваем ее, отдаем ее зрителю. Можем, например, сделать такое. Типа, возьми колоду, проверь. Опа, а здесь только осталась одна карта. Хотя колода у вас, типа, в следующем кармане. Но это что-то было непонятно. Ну, ладно. Погнали. Что мы делаем? Мы просим зрителя сказать, что. И, допустим, она нам говорит здесь. Мы показываем карту. Чтобы отвлечь внимание от нашего супер-беспаленного надзывного подъема. Да, то есть, бам. Мы говорим, типа, что мы сейчас уже как-то и менталисты. Чуть ли там, не знаю, не медиумы. И мы умеем читать, читать карты. Мы читаем мысли карт. Типа, смотри, скажи, когда хочешь, стоп, здесь, да? То есть, я думаю, это будет 8 бубей. Переворачивай. Офигеть. Я не знал, что здесь будут 8 бубей. Реально, серьезно. Я реальный менталист. Все, ребята. Если ты смотришь это видео, ты должен поставить лайк. Потому что, если ты не поставишь лайк, то ты никогда себе не купишь новую колду карт. Например, какую-то дорогую колду карт, которую ты хочешь. Поэтому жательно поставь лайк, чтобы ты мог купить себе любую колду карт. Вот так вот, допустим. Все. Вот. 8 бубей, допустим. И я угадал, это круто. После чего я беру и достаю себе карту. Моя карта, допустим, будет 3 копейки. Но мне все равно какая моя карта. Здесь мне необходимо поднять 2 карты как одну. Это на самом деле вообще очень легко. Потому что вы просто берете большим пальцем и отодвигаете 2 карты как одну. Вот. Взяли. Бам-бам. И показываете. То есть, якобы, 8 бубей, 3 копейки. И что вы делаете? Вы берете эти 3 карты вот так вот. Сдвигаете их вместе как одну. И просто вытаскиваете нижнюю третью карту. То есть, это вообще какая-то левая карта. Вот. 8 бубей, 3 копейки. И у вас остаются здесь. Давайте еще раз. Вот. У вас есть здесь данный подъем. И одна карта. Вы их берете, переворачиваете, сдвигаете, подравниваете. Забираете третью карту. Здесь 8 губы прикрываете. Я говорю, 8 губы у вас здесь. То есть, для зрителя 8 бубей здесь. После чего вы берете опять поднимаете 2 карты как одну. Показываете зрителю. То есть, смотри, там тройка пики. Переворачиваете тройку пики. Кладете ее себе в правую руку. После чего забираете 8 губей. Кладете ее якобы на место. После чего вы кладете сюда тройку пики. Делаете еще одна-две. Делаете стук. Переворачиваете. У вас уже 8 губей здесь. А тройка пики у вас уже здесь. После чего вы опять зарядились. И вы делаете опять то же самое. То есть, тройка пики. 8 губи. Смотри. 8 губи. Тройка пики. 8 губи. Тройка пики. Пам. Тройка пики уже здесь. А 8 губи у меня уже здесь. После чего... Ну, вот здесь лизатка губи еще лежит. Вы можете просто карты перевернуть. И замешать колоду. И отдать уже на проверку зрителю. Либо дальше продолжать. Все то же самое. Только, допустим, уже в конце добавить что-то более интересное. Например, как типа вот шестерка черви. Давайте, допустим, возьмем вольта. Ладно сделать еще такое движение. То есть, например, шестерка черви. Валет. Бам. Шестерка черви уже здесь якобы. А валет уже здесь. Но это немножко уже было посложнее. Потому что вам необходимо поднять эту карту. А это на улице вообще невозможно. В доме так только если вы используете какой-нибудь коврик или кровать. Так что, ребят. Учите этот фокус. Реально очень интересный. Я думаю, он вам понравился. Он простой. Реально интересный. Классный фокус карты. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok